Приветствую вас. Ну, вполне возможно, что ваш молодой человек, мужчина, парень, вполне возможно, что он никуда от вас не денется, и что вполне вероятно, может быть, он объявится пришел. И у вас с ним будет все. Хорошо? Вот, то есть здесь не стоит делать каких-то поспешных выводов, потому что то, что он оказывается не готов к ответственности, которые вас, вы его, по сути дела, привлекли. Это нормально, в этом нет ничего странного. Вот. И, может быть, он сам сейчас думает о том, как вас воспринимать. И, может быть, он сам думает, что ему нужно вообще сейчас. Потому что у вас вполне вероятно, что до вот этого вот вопроса, который вы ему задали, вполне вероятно, что он долго него, до этого вопроса, он и не задумывался о том, а действительно в качестве кого он вас воспринимает. И вот только после того, как вы у него спросили, после того, как вы у него уточнили этот момент, только после этого он забылся на эту тему. И ответ, который он получил, ему не понравился. То есть, дайте ему немножко времени сейчас, дайте ему немножко подумать, дайте ему немножко адаптироваться к тому, что у него может быть что-то слабе вообще, потому что очень часто бывает так, что люди не задумываются о каких-то вещах до тех пор, пока с этим не столкнулись. А вот, значит, с этой стороны, я бы рекомендовал бы вам подумать о том, что заставляет вас, по сути дела, и что заставляет вас приводить время, как вы говорите с много знакомыми людьми. То есть, почему вы считаете, что, например, неделя, что вы проводили с ним время, время, это ненормально? То есть, почему вы сам себе не позволяете этого? Почему вы не позволяете себе проводить так время? И попробуйте подумать, какое противоречие за этим стоит. Ведь нормально же, что люди знакомятся, люди проводят время вместе, люди общаются и так далее. Но это, как бы, порядка вещей. Так почему же вы считаете для себя это недопустимым? С чем связана подобная тенденция? Постарайтесь, пожалуйста, ответить себе на этот вопрос. Как мне видится, он довольно-таки важный. Далее, вы говорите о том, что, в общем-то, запали на него, и что он вам понравился, парень. Вот. Но, судя по тому, что я понял, именно вот, исходя из того, что вы написали, вы к нему довольно сильно так привязались за эту неделю. И исходя из этого, я думаю, что резонно задать вам вопрос, который связан с тем, какую потребность вы с ним реализуете. То есть, вот, момент заключается в том, чтобы вы поняли, в чем именно и чем у мужчины получилось вас привлечь. И вот эта вот ваша склонность к тому, чтобы с малознакомыми людьми, как вы говорите, вступать в отношения, да, и проводить с ними время. Она ведь чем-то обусловлена. И вот об этом я рекомендовал бы вам подумать. То есть, именно из подобного аспекта и в итоге сформируется причина, по которой вы оказались в данной ситуации. Следующее. Что вам сейчас делать? Ну, во-первых, полагаю, что не нужно его пока беспокоить и не нужно ему ничего писать какое-то время. А после, мне думается, что будет правильным, если вы, ну, как-то все-таки дадите особо знать ему. Все-таки, может быть, он думает, что вы будете его теперь доставать и всячески принуждать к тому, чтобы он был с вами в отношениях. Чего мужчина явно не хочет. И вот, дабы развеять этот миф у него, дабы дать ему понять, что вы не собираетесь его ни к чему принуждать и так далее, я бы рекомендовал вам, вот, именно какое-то время спустя, просто-напросто дать особо знать, просто спросить у него, как дела, как он почивает, вот. Ну и, может быть, поделиться каким-нибудь своим впечатлением, происшествием, ага, вот, которое произошло у вас в вашей жизни. Это было бы вполне логично, это было бы правильно, и это было бы максимально приемлемо в всех условиях, в которых вы оказали, для того, чтобы и с ним связь не терять совсем уж сильно, да, чтобы все-таки не совсем чужой вам человек, и чтобы себя не выставить, значит, в унизительном положении. Ну, просто потому что это не будет вас красить. И параллельно, параллельно с этим, я рекомендовал бы вам, как следует, сраняться собой. То есть, вот, то, что вы можете позволить себе такое времяпровождение, говорит о том, что у вас нет своего хобби. Ну, по возможности такого, знаете, четко определенного, чтобы вы вот прям знали бы, что вы делаете, что вам интересно, чтобы вы прям вот увлекались, чтобы у вас была какая-то цель, ну, в перспективе, да, и так далее. Вот, от этого ничего у вас нет, и это тоже наводит на определенные мысли о том, что, ну, вот, может быть, именно поэтому, потому что у вас нет хобби, вы и так сильно к этому человеку прикипели. И это все не делает вас более самостоятельными в отношениях, все это делает вас, наоборот, более зависимы от него, и с этим нужно будет что-то делать вам, в первую очередь. Этим нужно что-то, что-то вам связать, и менять свое отношение к людям, лучше понимать свои потребности, может быть, работать над уверенностью в себе, и посмотреть, может быть, у вас есть какие-то страхи, например, страх остаться одной, или, может быть, еще какой-то другой страх. Но, в любом случае, определенно вы торопитесь, определенно вы спешите, то есть, после недели знакомства вы уже спрашиваете, в качестве кого воспринимает вас молодой человек, и это, безусловно, ненормально. И вот то, чем вы руководствуетесь в этом вопросе, и необходимо подвергнуть анализу, для того, чтобы вы это смогли скорректировать, чтобы вы это осознавали, и через осознание могли этим управлять и обращать себе на пользу. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.